Приветствую вас, уважаемые подписчики, любители высокоточной стрельбы. Сегодня я расскажу вам про соревнования, которые я посетил вчера. Это МК F-класс, то есть малокалиберный F-класс. На канале у меня уже есть видео, где я пробовал стрелять этот F-класс со своей ЧЗ-457 Warmind у себя на стрельбище и, в принципе, рассуждал на эту тему. Ссылочка будет в подсказке в описании. А я вам расскажу про те соревнования, которые у нас прошли. В первую очередь я бы хотел поблагодарить клуб 22ЛР, который является организатором этих соревнований, успешно их развивают и продвигают. Помимо МК F-класса, этот клуб имеет, собственно, стрельбище в Тверской области, где проводит различные турниры. Причем этих турниров очень много. Они охватывают не только малокалиберные оружия, хоть и клуб называется 22ЛР, но это просто название. Стреляются здесь следующие дисциплины. Силуэтная стрельба. На канале уже есть видео, где стреляют ее из пневматики. Тут стреляют силуэтку из малокалиберной винтовки до 100 метров, карабины под пистолетный патрон 9х19, ну и различные другие. До 100 метров также бигбор до 200 метров. Это промежуточный патрон 6,5 Грендель, 223, 5,45, 7,62х39 и бигбор до 500 метров. Тут все виды и калибры и также класс ланкастер до 200 метров. Смысл в том, что силуэты разных животных расположены на четырех дистанциях. 40 зачетных выстрелов по 10 на каждой дистанции. Это динамическая зрелищная азартная дисциплина и любой владелец любого оружия может найти для себя класс и принять участие. Любая оптика, коллиматоры, загонники, открытые прицелы. Тут особый фетиш есть пострелять с диаптрических прицелов. Вторая дисциплина это малокалиберный снайпинг. Это самая доступная на сегодня дисциплина по снайпингу. Дистанция до 300-350 метров. Стрельба по малоразмерным мишеням это гонги на разной дистанции из устойчивых и неустойчивых положений. Но я еще не посещал пока эту дисциплину. Третий это большой снайпинг до 930 метров. Есть отдельный зачет для 308 ИСМ-62 на 54 калибров. Классика, что позволяет вливаться в большой снайпинг и новичкам. Попробовать свои силы и посоревноваться. 223 калибр также идет в отдельном зачете. То есть клуб направлен на то, что привлекает большое количество новичков. Следующая дисциплина винтовочный рубеж. Дисциплина очень демократичная. Тут вообще могут участвовать стрелки с любым оружием. Для МК отдельный зачет на 50 и 100 метров. Дистанции стрельбы 100-200 метров. Три положения. Стоя, сидя, лежа. Стрельба по бумажным мишеням. В этом зачете можно стрелять и Ланкастер. Также стреляется дуэль. Очень азартная дисциплина. За 25 секунд надо сделать небольшое количество выстрелов в свою мишень. Пятая дисциплина это ту, которую мы сегодня рассматриваем МК Ф-класс. Останавливаться не буду. Шестая дисциплина это БР-50. Классическая бенч-ресс дисциплина на 50 метров со стола. Тоже про нее отдельно говорить не буду. Куча информации на канале и я, возможно, тоже буду проводить данную дисциплину. Седьмой это Королевский Тигр. Это соревнование для полуавтоматов по правилам ПРС. Пресижен Райфл Сириас. Много стрельбы из неустойчивых. Упражнения адаптированы специально под полуавтоматы. Тигры, сайги, вепри, хеклеры, да все что угодно. И восьмой это легендарные винтовки. К соревнованиям будут допущенные винтовки, карабины, пулеметы и пистолеты-пулеметы. Принятые на вооружение до 1962 года. Ну и автомат Калашникова в оригинальном виде. СКС, ППШ. То есть все, что есть в оригинальном виде. Ну и сейчас Клуб 22ЛР принимает новых членов. Можно вступить в клуб. Для этого нужно посетить одно какое-либо мероприятие и подать заявку на сайте клуба. Ссылочку я оставлю в описании. Здесь шеврон будет. Клубная карта. Годовое членство 3 тысячи рублей. Постоянное членство 40 тысяч. То есть с момента оплаты действует постоянно. И есть привилегированное членство с участием в Печительском совете клуба. Также региональные отделения можно делать. Ну, об этом мы еще поговорим. Сделаем отдельное видео, посвященное данному клубу. Перейдите по ссылочке, ознакомьтесь. Календарный план соревнований на следующий год уже составлен. Можно перейти, посмотреть, выбрать те даты и запланировать их, в которые вы можете посетить данные мероприятия. Но сейчас давайте перейдем непосредственно к МКФ-классу. Не буду подробно останавливаться на правилах. Перейдите по ссылочке в подсказке в описании на сайт клуба, на мое видео, где вы можете посмотреть, ознакомиться с правилами. Вкратце стреляем на три дистанции. 160, 180, 200 ярдов. Соответственно, 146, 164, 182 метра. Это мишень. Вот вы ее видите за моей спиной. Достаточно большого размера. В центре 10-метровая белая зона. Именно поэтому в прошлом видео, когда мы простреливали баллистику патрона Центр-Х, я гонг поставил именно 10 сантиметров. Для того, чтобы имитировать попадание в эту зону. Как показывает практика, если вы укладываете на всех дистанциях пули в этом белом круге, то у вас есть все шансы для того, чтобы попасть в призы. Надо сказать, что в этот раз результаты разительно отличались от предыдущих, про которые я говорил в своем видео. И я со своим результатом, который выбивал бы на своем стрельбище, даже в пятерку бы не попал. Но в этот раз я стрелялся даже чуть похуже. И попал в десятку. То есть я занял десятое место в этой дисциплине. Для меня это был дебют. С этой винтовки на дальняк я не стрелял. То есть соревновательный опыт у меня только БР-50 есть. Когда я только ее приобрел и ничего про нее не знал. Сейчас я начинаю эту винтовку изучать, вкатывать. Появляется ряд моментов, которые надо устранять. Но об этом мы поговорим отдельно. На канале вышло ранее видео по прострелу баллистики. Как раз я готовился к этой дисциплине. Использовать я решил патрон Лапуа Центр-Х, приняв для себя соломоновое решение. Потому что если вы смотрели ролик про подбор матчевого боеприпаса, то там у меня Мидос Плюс был выбран для этой винтовки. Но я от него сейчас отказался. Оставлю его именно для БР-50. В первую очередь это связано с ценой боеприпаса. Во вторую очередь это связано с тем, что на тренировках и на соревнованиях нужно все-таки использовать один боеприпас. К сожалению, патроны СК не летят с этой винтовки. И бюджетный вариант мне не подходит. А Лапуа Центр-Х показали плюс-минус примерно похожую кучность на дальних дистанциях. И в принципе меня это удовлетворило. Единственное, что я не успел сделать, это затариться той партией, которая у меня полетела. Поэтому я пошел не совсем правильным путем и стрелял каждую мишень разной партии. Единственное, я вторую и третью мишень, то есть на пристрелку и первый матч у меня ушла одна партия. На вторую и третью мишень у меня ушла вторая партия. Какая из них летела лучше или хуже, к сожалению, момент стрельбы я оценить не смог. А также меня спрашивали, используешь прицел Люпальт-45 крат без сетки елочки новомодной. Как вообще, каково стрелять с такого прицела? Скажу, шикарно стрелять с такого прицела. Единственное, нельзя терять точку отсчета и четко нужно понимать, где ты находишься. То есть прицел должен быть обнулен на пристрелке, в калькуляторе должны быть вбиты все данные. И тогда мы работаем без проблем, так как мы с этим прицелом можем работать только по сетке. А выносы можно делать вот по окружности мишеней. В принципе, видно прекрасно. На пробоины можно не пользоваться трубой отдельно. Трубу я с собой не брал, потому что на простреле поправок у меня все отработало великолепно. Ну что, приехали на малокалиберный F-класс, зарегистрировался. Парк Патриот опять нас встречает. Сейчас будет, я думаю, брифинг скоро. Потом пристрелка. Но пристрелка дает полчаса. Будет возможность подкорректироваться. Сейчас минус 2, я пристрелился при плюс 2. Поэтому посмотрим, что у нас есть. Также выберу, с какого мешка буду стрелять. Либо с БР мешка, что предпочтительнее. Либо придется с тактического. Все зависит от того, как мишени будут расположены. Из двух частей, как обычно, будет состоять инструктаж. Первая часть я проведу от принимающей площадки по технике безопасности. Вторую часть уже от организаторов непосредственно по соревнованию. Ребята, по процессу. Сначала у нас с вами пристрелка. Первая смена. То есть, соответственно, 15 стрелковых мест. Начиная вот от первой колонны стальной. По три человека между колоннами. То есть, первые три. Вторые три, понятно, да? И закончатся вот теперь предпоследние колонны. Полчаса на пристрелку. Щиты стоят 50-100. На них висят мишени, в которых пронумерован номер смены и номер стрелка. Номер смены римская цифра 1 и 2. И номер стрелка, соответственно, с того. Пристрелка. Пристрелился на 50, на 100 и по гонду. 340, 64, 100, 82. Все четко. Сделал минус 4 клика. В температуре. То есть, пристрелка на месте в калькуляторе ввел. Поправку. И дальше отработал. Пристрелялся. В принципе, все нормально. Ветер небольшой. Но, зная Патриот, сейчас все это дело разгуляется. Проблема осложняется тем, что организаторы три флага всего поставили. Но это как флаги. Ленточки на колышках. Хотя у людей есть флаги. Но и свои ставить, я так понимаю, запрещено. Вот первый, наверное, не совсем приятный для меня сюрприз. То, что нельзя использовать свои флаги. То есть, по сути, стрельба наугад. Ну, в принципе, все в равных условиях. Какие-то ориентиры есть. Хотя, зная галерея Патриота, не сильно-то и флаги свои помогают. Ну, ладно. 149 метров выстрел поправку. Будем стрелять первый матч. Ситуация с флагами. Меня, конечно, малость выбила из колеи. Потому что организаторы никак эту проблему не решили. Ну, для них, видимо, это не является проблемой. Они постоянно так стреляют. Но, если сюда установить хотя бы пару комплектов флагов по краям. Ну, в общем, чтобы были флаги, можно было читать ветер. Потому что, хоть в этот раз особого ветра не было. Ну, первые два матча, можно сказать, что стрелять было легко. Но, даже видно, что были только по вертикали некоторые моменты. Но, вот их я, кстати, тоже связываю именно с ветровыми изменениями. Которые, те флаги, которые там стояли, если это можно назвать флагами, ну, никак не могли это дело все подсказать. Отсутствовала информация по ветру. Вообще, у меня фактически нарушился алгоритм выстрела. Ну, что добавило стрессовой ситуации. И я так и не смог адаптироваться. По сути, стрельба наугад. Честно сказать, я не привык к такому. Я хотя бы один флаг ставил и хоть какую-то информацию мог считывать. Здесь же по этим лентам информацию по ветру я взять абсолютно не смог. На зачетной мишени номер участника, номер смены и дистанция. Все написано. Значит, что мы с вами делаем, если вдруг кто не знает. На 160 ярдов. Что у нас 146 метров. Мы стреляем два выстрела в пристрелочную мишень. В верхнюю. Будьте, пожалуйста, внимательны. Стреляем два выстрела в верхнюю мишень. Их там будет две. Ну, вот сейчас уже там в начале их начали езжать. Наверху у вас пристрелочная. Внизу зачетная. После двух выстрелов мы останавливаемся. И каждый рассказывает, что мы делаем с этими вашими двумя выстрелами. Либо вы их берете себе в зачет. Либо они у вас просто пристрелочные. Можете взять один выстрел. Можете взять два. Можете не взять ни одного. Значит, соответственно, если вы берете один выстрел в зачет. В зачетную мишень стреляете 14. Если взяли два, стреляете 13. Не взяли ни одного, стреляете 15. Понятно, да? То есть, если в зачетной мишени оказывается больше выстрелов, поднимаются, естественно, лучшие. Можете налупасить туда полтине. Но, соответственно, все пятерки будут отняты. А если кто-то настреляет? Скажешь спасибо ему. Скажешь спасибо соседу. Значит, у него будет меньше. Я-то, я... Как стрелял первый матч. Делай, ничего. Давай. Второйка есть одна, блядь. Поставил поправку для 149, а не для 146 метров. Но остальное вроде неплохо. Стрелял второй матч. Ну что, отстрелял второй матч. Помимо неинформативных флагов, которых по сути нет. То есть, там две палки с лентами и один на подмешеннике. То есть, ветер сложный в Патриоте раз, читать его невозможно два. Ну, практически наугад стреляем. Вторая проблема, с которой столкнулся, то, что стреляя разными партиями патронов, ну и СТП разное. Помните, подбор матчевого патрона, СТП каждой партии разное. Говорили, что вообще нужно чистить винтовку после смены партии. Сейчас на пристрелке первая мишень у меня залетела в двойку. Я ее увидел. Первая пробоина. А вторую я ввел поправку. Я не увидел вторую пробоину. Даже в трубу смотрел. Не стал их конвертировать. Оказалось, что я поправку не в ту сторону крутанул. Потому что пробоина в табличку за что-то в мишени прилетела. Вот стрелялся вроде как неплохо. Практически все в белой зоне. Четырехочковой. В тройку, по-моему, два у меня вылетело. Ну, из-за ветра. Швыряет по вертикали. Ну и сложно прогнозировать. Не очень это дело мне нравится. Надо как-то с организаторами на эту тему предложение внести, что ли. Чтобы со своими флагами. Или привозить флаги, чтобы хотя бы по краям их расставили. Чтобы хоть какая-то информация была. Ну, с другой стороны, все в одинаковых условиях. То есть здесь мы же не на максимальный результат работаем. А тот, кто сегодня у нас сильнее. Поэтому посмотрим. Сейчас третий матч. Он самый такой продолжительный. 20 минут. По-моему, или полчаса. Ну, короче, 20 зачетных выстрелов. По-два пристрелочных. Вот моя первая мишень. Один досадный отрывчик. Считается хорошо в белую попадать. Стрелем в третий матч. Не очень. Ветер усилился. Читать его невозможно. Передвинули флаг. Чувакадайка. Недоволен. Вторая мишень. Вот пробоина. С пристрелки. Третьим матчем крайне недоволен. Сейчас после стрельбы уже убирал винтовку. Решил протянуть винты ложи. Ну и что? Они, конечно, оказались ослаблены. Перед поездкой я их подзатянул. Винтовка стреляла хорошо. И на пристрелке нормально было. И все. Короче, надо бединг делать. Потому что это ерунда получается. Ложе, оно рассохлось уже со временем. И есть вот эти вот моменты. Еще заметил один момент интересный. Если патрон сразу не дослался, начинаешь его тыкать, его надо выкидывать. Отрыв был. Пуля по диагонали растянула. Но сейчас мишень покажу. Все понятно. Плохо отстрелялся. Выяснились интересные обстоятельства. У меня в зачетной мишени 22 пробоины. Так что проблема отрывов, наверное, решена. Ну вот моя третья мишень. Ну, штрафные пробоины. Вот так посчитали. Ну, ладно. Виблов нет. Но 6 пятерок зато есть. И 7 троек. Ну, конечно, надо лучше стрелять. По результату, что могу сказать. Меня не устроил результат третьего матча абсолютно. Из-за него все какие-либо там попытки побороться за призовое место, они были ни о чем. Потому что в таких ветровых условиях фактор железа здесь сыграл первоочередную роль. Первое место занял Шатохин Владимир, который является действующим спортсменом-профессионалом. По пулевой стрельбе звания я его не знаю. Но, по-моему, либо мастер спорта, либо мастер спорта международного класса. Потому что у него есть привилегии, которые характерны для данных регалий. Не, ну, после 50 метров, извините, 150, это неудобно очень стрелять. Мишени. 226, по-моему, отчего. Это чёрный. Второе место занял стрелок с матчевым Аншунцем. 54-30. Отличнейшая винтовка. Это топовая винтовка. Топовое оборудование. Сеп, джойпод. К сожалению, я не снял его оборудование. Хотел. Он рядом со мной стрелял. Но я наблюдал его стрельбу. Наблюдал, как результаты соответствующие. То есть, вывод сделал для себя. Аншунц, конечно, решает. И стрелял, по-моему, он экзактом патроном. То есть, это самый лучший патрон из серии ЛАПОА. Ну, что тут сказать. Всё это дело работает. Однозначно. Третье место занял, по-моему, военнослужащий. Который аж с двумя корректировщиками стрелял. То есть, ребята здесь собираются серьёзные. Серьёзное железо, серьёзное оборудование, подготовка. И участвовать в таких соревнованиях очень даже непросто. Поэтому всё должно быть безупречно. И ездить со своими проблемами, нерешёнными, нам, наверное, смысла никакого нет для того, чтобы рассчитывать на какие-либо призы. Ну, так как я на призы не рассчитывал, то у меня просто проба пера. Чем вот меня сейчас и привлекает вот эта вся огнестрельная тусовка и тематика, что я здесь начинаю с нуля. То есть, у меня есть некий такой багаж стрелковый. Ну, мы порассуждаем на эту тему, помогает он или не помогает. Но я могу сразу сказать, что без настрела с определённой винтовки ловить на соревнованиях нечего, к сожалению. Получил массу удовольствия. Могу сказать, что в принципе моё оборудование работает, но есть нюансы. Есть нюансы по винтовке. То есть, нужно дорабатывать ложе однозначно, либо менять его. Но я не знаю, модель очень редкая, никто из производителей не делает. Я бы хотел в идеале поставить вообще сюда алюминиевое шасси. Но если кто-то может мне помочь, свяжитесь, пожалуйста. Контакты в описании есть. Здесь вопрос цены как бы уже на второй план уходит. Но пока проблему замены я решить не могу. Естественно, буду пробовать доработать то, что есть. Потому что ОСМ отличнейший ствол стреляющий. Патроны мы подобрали, но видно, что есть признаки нестабильности и не все они связаны с моими ошибками. Также по сошкам Беляура вот эти с джойстиком тоже есть у меня ряд моментов и я сейчас отправлю эти сошки на доработку. Но возможно это лишь мои предпочтения. Ну потому что он их делал опираясь на свой предыдущий опыт. А в основном он работал со стрелками, которые стреляют со стола. Для стрельбы лежа сошки немножко должны иметь другую конструкцию отличную от той, которая была ранее. Но я думаю мы все это дело быстро пофиксим. Как говорится. С упора я не стал стрелять. Сознательно не стал. Потому что все-таки здесь сошек наверное предпочтительнее стрелять. Хотя надо попробовать. Посмотрим. Вот в принципе все что я хотел сказать насчет этих соревнований. Мне очень понравилось. С удовольствием буду участвовать. Также я предложил организаторам помощь с расстановкой флагов. Я даже готов свои флаги привозить и заниматься их расстановкой. Потому что это значительно улучшит результаты стрелков и позволит интерполировать свои навыки. Потом в BR50 где флагами как раз дела обстоят получше. Будем участвовать. Делиться своим опытом. Перенимать другой опыт. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка в описании. Кто находится рядышком велкам на эти соревнования. Большое количество участников. В этот раз было 27 человек. Очень приятно участвовать в таких соревнованиях. Это реально соревнования. Я могу по накалу своих эмоций сравнить их с чемпионатом России. Во-первых, место то же самое. Такое же количество участников практически. Те же эмоции. Для меня это получается второй раз. На универсальном стрелке я не совсем понял свои ощущения. А сейчас я понимаю почему у меня такие ощущения. Спасибо большое за просмотр. Лайк, подписка. Долбаните в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока. Итого. Владимир Шатокин занимает сегодня первое место. Шатокин в одно очко. Две двадцать в мачку. Подписан Сергей. уехал занимает второе место 223 очка. Я занят только мишенью. И Ютин Илья забирает третье место в абсолюте 221 очко. Рафитин Денис идет четвертый, Смирнов пятый. Это отрыв в одно очко и потом Иванов Петр 213 уже 7 очков. Нереально круто кстати. Я такого еще не помню на F-классах когда разводится уже и не разводится я так скажу. Кролики не разводятся. Да, да, тут прям очень сложно все. И очень много одинаковых это потрясающе. Собственно все.